ОГ Посмотрим, что будет во второй карте ЕГ потратили огромное количество резервного времени Еще до первого пика Размышляя над баном Нейчерс Профита И Нейчерс Профита они все-таки забанили ОГ возвращаются к своей второй стратегии Которой они сегодня играли Это Оракл Бэтрайдер Но там была еще дровка Здесь По-моему там была дровка Да, там тоже была дровка Здесь мы дровку не видим Здесь пока Оракл Бэтрайдер Ну и Дум Дум Отличный герой, который много нафармил Который много полезного сделал Для Evil Geniuses Укрепляются Бэйном На пятой позиции Саунсер, Энигма Дарксир Интересные баны от УДЖ Таких героев Геймченджеров Забанили Напасную пятерку Вот эту, которая рушила комбинации Но если они хотели пикнуть Бэтрайдера То бан Саунсера вдвойне логичен Потому что Бэтрайдер опять же прыгает Пытается инициировать Хотя сегодня такой Бэтрайдер был Который умудрялся инициировать Даже без лассо против пака О, без лассо, господи Без блинка против пака Ну и без лассо тоже он умудрялся инициировать Если уж на то пошло Террор Блейд Сигнатурный для Ордиза Отправляется в бан Что скажешь, Дмитрий, по поводу Банов пик Такого опенинга интересного Думбейн, Оракл, Бэтрайдер Странно Ну то есть если это два саппорта Это ужасная связка Как-то прийти загангать сложно До шестого уровня Прийти помочь на какой-то линии Ну может быть это не саппорт Все-таки Бэтрайдер это тройка Формально Осталось 5 секунд Они сейчас Вот они играют до этого У них очень хорошо получалось С Дровкой, с Фурионом Но все это побанили И пик Оракл обычно намекает Что ребята идут в лейт Поскольку ульт Оракл хорошо работает в лейте То есть когда вот кидаешь его Например на Корова С одним слотом Импакт есть, да Но он небольшой Когда кидаешь, например, ультимейт Оракл На какого-нибудь Кора Стараскин С шестью слотами Да, с шестью слотами, например То Там у человека происходят полная дичь Там многие Коры способны За где-то 8-9 секунд Убить всю команду Стараскин вообще неубиваемый Герой становится Ну да, и поэтому Странно, что они вот так вот резко Изменили свой плейстайл Они все-таки убили Фнатика Фнатик хорошая команда Фнатик сильная команда И они весьма уверенно с ними справились И сейчас они полностью отдают инициативу И набирают Как же их назвать? Убирают Блин, Вов, давай, налоги Кажана Взяли Собственно, ничего не буду придумывать Да, Бэтрайдер Ну, герои такие В общем-то, у которых нет особо никакого физического урона Да, они такие Действительно смотрятся очень легко Они никак не атакуют вышки Они могут попробовать Один подсейвить, может Другой может подцепить Но никакой ни физики Ни магии толком не вносит Мякиши, Вов, я понял Мякиши Мякиши Кстати, еще один термин Записывай Я, да Мякиши Листок заканчивается надо Второй Два мякиша Нужен фронт Лейнер Ну и опять пак Который опять же Сегодня был уже И Напомню, что был он против инвокера Да, охотник за орком Бэтрайдеру тоже очень тяжело Против пака Там запрыгнул Получил дремкоил Уже Тяжело вести Получил саланс Тоже тяжко Ну, нужен какой-то фронт Лейнер Нечувствительный к думу У меня есть вариант Какой-то врейскинг Разве что Но это На счет похожая Тролль Да, он просто может Не успеть вырубить ульт И его накажет дум Ну, тролль Очень популярный кэрри Вообще, бытует мнение Что это самый универсальный кэрри Хотя, конечно Вот против некоторых Здесь Мне тролль нравится Потому что Пока Каких-то особых Вот подсейвов Я не вижу Например, когда тролли забирают ферст пиком А потом ты видишь там ОД Или Виверна И просто Виверна дает колденбрайс И тролль стоит Ничего не делает Он бьет в одну цель У нас даже была игра Мы с Джемом, по-моему, комментили Это был настоящий цирк Была легионка Которая купила себе Аганим И тролль В одной команде И легионка давала дуэль Тролль нажимал свой ультимейт И выносил ноль урона По цели В которую бьет легионка Дважды В итоге легионка продала Свой Аганим И они выиграли игру После этого Лайфстиллер Лайфстиллер И в ответочку В ответочку пока непонятно Но это Инфест бомба с паком Ликвид чем-то подобным Сегодня играли Насколько я помню Бэтрайдер уже вешается На линии Вот худший, наверное, герой Для Бэтрайдера Это Найкс Вышел Да, все добил Рейджом снял Стаки Получил полный фрифарм Залез в пака И убил Бэтрайдера Или тролля Например Или тролля, да Тролль, в принципе, неплох против Найкса Он, как бы, вообще С очень многими личниками Смотрится здорово Но здесь Такая ситуация, что, скорее всего На Икс вообще не будет бить тролля У него тут есть урок И у Бэтрайдер Две замечательные цели Лучше всего Фокусировать свое внимание на них Ну, тролль стал не таким грозным После того, как У него убрали баш Именно для Лайс Твера С другой стороны Если он купит башер То он станет опять таким же грозным Скорость атаки бешен Нужно время, да Бесмастер И вот Встает вопрос Куда идет Бэтрайдер? Четверка, пятерка Мне пытались уже не нравится Поскольку и Найкс Его Переигрывает И Пак его переигрывает То есть, ну, может быть Пейн Он там как-то Как-то подцепит Удивит Но, блин Слишком неприятная игра Для Бэтрайдера Я вообще всегда считал Что Бэтрайдер Такой, значит, ситуативный Пиф, что его лучше всего Брать, когда, например Играет какую-то Не знаю С Вент Там Какая-то урса Может быть Чтоб можно было Ее просто мазать Там, но он стопом И, если что Там Ван Рейдж Дать ей лосую Вести коинь С наексом сложнее Речь Очень долго длится Слишком долго Там еще С талантом Можно взять Ну, да, да, да То есть Ладно, и строль Тролли в этой игре В принципе Смотрится пока достойно Главное, чтобы он получал Ультимейта от Орако Есть единственная проблема В виде пака То есть Если пак Аганим не купит То В этом случае Тролль спокойно Нажимает на Блокингбар И бежит Кого-то убивает Если Пак купит Аганим То Велика вероятность Что Просто тролль будет По кулдауну Разрывая Дремкоил И ставит в стане Это очень много Зависит от того Что соберут пак Это Вот это, кстати Действительно интересно Учитывая, что Тролль появился Опять же После пака До появления БКБ И после появления Аганима Даже с БКБ Риск Побежать куда-то За кем-то Он очень велик Хоть этот ультимейт Вообще, конечно Интересный стал Ультимейт У тролля Он и жесткий Одновременно И опасный Для самого Банк вапы И моментальный Пик Манки Кинга Вот такой вот У нас сетап Милишных кэри Манки Кинг Бестмастер Тролль Но тролль может И в рейнджовой форме Находиться Но все-таки Основная его сила Когда он находится В мили Сауры Бестмастера Эти ребята Чувствуют себя здорово С их скоростью Атаки Лайфстилеру Будет тяжело Против тролля МК Но МК очень не любит Раскаста Типа пака Мне кажется Пак вообще Один из самых Неприятных Поначалу героев Для МК Толком не подцепить 7 секунд Остается у ЕГ Последний пик Это должен быть Саппорт Я даже не знаю Это саппорт Лешрак Или все-таки Так Флай забирает Бэйна Ана Тролль Сэп Бестмастер Топсон На Манки Кинге Оракл От Джерекса Опять Ноутейл На Бэтрайдере Ему нравится Сумаил На Лешраке Ага Сфо Получается На паке Да И Дум Четверка Открыта Дум Такой Посмотрел Короче Ну даст он Ультимейт В тролле Троллю даст Оракл Свой ульт Потом тролль Еще после ульта Ну потом нажмет Свой ультимейт Отхилится И ну его нафиг Потом МК Та же самая история МК получает Ультимейт Оракл Он продолжает драться Отхиливается И в итоге Не нравится Наверное Думаю Здесь вообще Героя И подобраться Очень сложно Потому что Флайвижн Бэтрайдера Не позволяет Ворваться первым Если Ну Дум не видит А Дум может Убить только на варде Ну пересмотреть Бэтрайдера И Флайвижн Бэтрайдера Я думаю Здесь игра тяжелая Забавная ситуация Я даже тестил это Я был уверен Что это работает Не так Пока не затестил Если Троллю Оракл Даст ультимейт И в тролля Вольют Я не знаю Миллиард урона Ну вот просто Не знаю Десять миллиардов Двадцать Неважно сколько Но в конце действия Фолс Промиса Тролль нажмет Свой ультимейт То этот урон Поглотится За счет его ультимейта И он выживет Да В теории Это супер жесткая комбинация Если ему там Под конец Сайленс не дадут Если он Допустим Драка уже закончилась Тролль каким-то образом Сэкономил ультимейт Он просто пробегал В фолс промисе Он просто в конце Нажимает ульт И даже если Убила вся команда Это очень тяжело По-моему С Дазлом Та же связка Да Правда Дазл Оракл У него сейчас Не в эту смесь смотрится Но вот именно Тролль Оракл В лейте Это одна из Следующих связок Именно так С Дазлом Точно так же Работает Это не работает Со всякими Вот например Астралами То есть если Ты в Астрал ушел То нет Урон тебе все равно Прилетит Но с крестом И с ультом тролля Это работает Именно так Кстати говоря По поводу Топсона и МК Лично я Первую игру Топсона Которую комментировал Еще в команде СФТ и Спортс Он играл с Элиданом И он как раз Играл на Манки Кинге Он играл только На Манки Кинге И я помню мы все Диву давали Что о боже Че это за чувак такой Ну вот у него МК сигнатурный Но вроде как Больше ничего такого Страшного нет А через 6 месяцев Он выиграл Интернешнл Да Но в последнее время На самом деле Топсон когда выступает На ланах Он там иногда чудит Есть очень много Видосиков О том Как Топсон играет На МК В нынешнее время Луджи в целом Чудили много На ланах Ну да Сейчас реально Луджи находится Вот именно на ланах В такой форме Что они вроде бы Иногда очень круто играют Иногда они такую дичь творят Что сидишь И без слез На это не посмотреть Рекомендую посмотреть Видосик Умника По моему Называется как-то TI Players То ли Или TI Winners Такой довольно смешной Я буду надеяться На то что Топсон Покажет лучшую Свою игру на МК Ну вот Топсон В том мувике Был в главной роли Если что Я уж понял Так А тут пока Ан у нас в главной роли В главных ролях Ну Бэтрайдер Очень жесткое замедление Крит вкачивает Правда землю Идет дальше Сжигает А тем временем Fly успели забрать На First Blood Снизу Выиграл время Выиграл время Для своего Тиммейта С4 4 баунти руны Забирает у нас Игроки Evil Geniuses Легко Можно успокоить В итоге ФБ Конечно Забрали Игроки OG Но Это ФБ Разменено На 1 фраг После этого 4 баунти руны Еще забрали Evil Geniuses А сейчас Еще и продолжается Но Бэтрайдера Вроде как Здесь должны отпустить Происходит Ну Т по классике Он все время Находит места Где-то Полетал Полетал Потратил Большое количество Маны Да Думаю Спокойно Возвращается На линии А он Оттейл Возвращается И у него Реально Нету Половины Маны Чаль Тролль против Пака На линии В миде Лишрак Против МК И Как мне кажется Хорошая линия Для Сумаила МК Любит Милишников А Лишрак Как раз Ему не даст Подойти Каким-то Образом Настакать Пассивку Линия Хорошая Пытается Заивейдить Урон С помощью Мисчифа Вроде как Получилось Только урон Сейчас можно Заивейдить Снизу Нападение На Артизи Очень сильно Идет Замедление Срубов Венома И двух Кабанов Артизи Конечно Выживает Есть Фласчика Прямо Скажем От крипов В вадзоне Да очень здорово И у него Один крип До сих пор Сэп На Бестмастере Сэп Вообще Во все Играх Старается Так Линию Своего Хорошо Постоять И пикает Так Чтобы у него Была Хорошая Линия И приходит К нему Кто-нибудь На помощь Ну Либо Один на Один Либо Вот К нему Кто-то Приходит Два На Два Сэп Ты Видел Только Что Что Сделал Бэйн Что Он Дал Брейн Сап Франчевого Крипа Когда Бэйн Начинает Давать Брейн Сап Франчевого Я честно говоря Не обратил Внимания Но Видимо Артизи Рейдж Пытается Меняться По хп За счет Своей Пассивки И кстати Говоря Вот У биста Реген Кончился Но Проблема В том Что У оракла Огромное Количество Регена Он Просто Оракл Тут тоже Крипов Забирается Пылами У Найкса Есть Реген В виде Пассивки Да Я бы сказал Они на равных Естественно Ластхит Конечно У бистмастера Такой Приятнее Из-за того Что Он бьет Сурки У него Топорик И еще Два Кабана Проще Денять И анимация У него Очень Крутая За счет Энербиста Еще скорость Повыше Да Вообще Я думаю Тут Ну Конечно Они разок Убили Бэйна Но Тут Очень сложно Умирать Бэйном Бестмастер Не сможет Напрячь В принципе Наексу Купить Фейсбутс Фейсбутс Спокойно Бегает На кабанов Убивает Кабанов И прекрасно Стоит линия Поэтому Где-то На пятом уровне Моракул Дану Смело Уходить Он там Наексу Ничего не сделает Ну Возможно Бестмастер Будет Этим Доволен Видит Перетяжку Дума У Дума Урса С скоростью Атаки Дополнительной И с Клэпом Очень неприятным А сверху Пака Оставили Одного У него 8-0 И как-то Паку Там не очень Хорошо живется Бэтрайдер Его постоянно Зонят Снизу Дум пришел Но пока Какого-то Импакта От этого нет Ага Съел Кентавра Большого Отпулил Крипов Но так как Он съел Кентавра Тут моментально Все погибает Что-то Он да Он что-то Бегает Но Днем Неожиданно Подойти Незаметно Очень круто Просто Оракул Выходит Сюда Стоит И смотрит Сверху Очень круто Зонят Сфо Прямо Мой тролль Топорики Не жалеет Выдает И бэтрайдер Постоянно Атакует Он вообще Икспы Даже не получает Уже 8-0 При этом У бестмастера Ситуация Значительно Лучше Он Вместе С оракулом Стоит Не знает Печали А дум Вот ДД Нашел Базовый урон Увеличен На сто процентов Заманивает Можно Можно Заманить Смотри Так Вышел На Оп Взял Заманил Жестко Заманил Было бы жестко Если бы он Забрал Дабл Дэмон Что-то было бы жестко Но он в любом случае Должен убить Да Не хватило Топсону Сделать Одного Удара А потом Бандл Страйк Отхилиться Долго Поинтереснее Не очень хорошо Получилось Но Тем не менее Своего добились МК забрали Но стоит быть аккуратнее Топсон Он парень такой Топсон По-моему Не смог Зайвейдить Стан Кстати Урон Со стану Бедняж Я продолжаю смотреть Снизу По-моему Все Оркал На этой линии Себя полностью Ужил То-есть Он продолжает Пытаться Отпрягать На экс Переносплом Но Ну да Там На экс Просто прожимает Рейдж Тем временем Я так понимаю Еще 4 баунти руна Нет 3 баунти руна За Evil Geniuses То есть Суммарно У нас 8 баунти рун Было разыграно И 7-1 В пользу Evil Geniuses По экономике Колоссальный перевес За счет этого Но Крипстаты Далеко не в пользу ЕГ Несмотря на Преимущество по счету У тролля Все очень хорошо Как и у Биста Да и в принципе МК Даже несмотря на эту смерть Чувствует себя Не так плохо Флая забирают снизу Тем временем Сверху Пошел Разнос от тролля Критчат Не дал ему Инфернал Блейд Наполучал лишнего урона Прилично так Наполучал Там тем временем Еще и Бэтрайдера Забирают У нас продолжается Замес На центральной линии Топсон Убивает Сумаила Прячется от Флая Но нет Топсона здесь убьют Инфа Соточка Да Топсон забирают Еще и Артизи Перетянулся Но Артизи явно Был здесь лишним Что по итогам Сверху забрал С4 Ана В соло На центральной линии Падает Лешрак Это все только За Манки Кинга И Бэтрайдера При том что еще и приходит Артизи на центральную линию А Бист продолжает фармить Как и Тролль продолжает фармить После убийства Пакта Я бы сказал что Отрезок за ОДЖи И это видно по графикам Было преимущество ЕГ Сейчас ОДЖи Ну я бы сказал что Тут выход на Топсона опять Ну Топсон За ивейдил урон конечно В видео Топсона Очень неприятный матча Потому что Лешрак Вот как бы он стоит Он очень любит миличников И МК Просто вот Не хватает МК Пассивки То есть да Он может бить Лешрака А он потом еще может зарядить Им бандл страйк И все равно этого не хватает В итоге Он просто подходит крипом В него бегает Лешрак И убивает его В виде вот МК Возможно стоит Поменяться линией В другую линию пойти Так на тролле выход У него еще нет ультимейта И нет помощи никакой Вообще Даже если был Оракл рядом Нет Фолз Промис Очень ОДЖи Играют вальяжно То есть они прям Фармят как будто К ним никогда не придут И не загангают И им до этого момента Все это сходило с рук Но вот пожалуйста Приходят на мид Тут же выход на топ Очень рано начинают ЕГ давить Давайте на нетворкс Переключимся Посмотрим Да тут у Смейла Все в порядке Артизи не так уж Сильно просел Да бист хорошо идет Но зато МК отстал А отставший МК Это не к добру Оракл Да он Блес фармит медленный И его уже тоже Может тоже компэкать Пытается что-то сделать Оракл Но Оракл не шестой Оракл не шестой Поэтому моментально Вырезает Остается тролль Тролль бегает У меня все еще нет ультимейта И поэтому На этом можно надавить Приходит МК И неплохо помогает Своему союзнику Но тролль Без ульта И его в очередной раз За это наказали Да Знаешь Какая-то прям Напасть Пожалел он Один скиллпоинт И сейчас его Месяц Ты знаешь Мне кажется С ультом Мы его тоже Раскатили Там в целом Ситуация была Ег все гораздо Лучше делали У них куча урона Магии А у ОГ Герои Которые руками бьют И у них пока Шмоток нет Больше пользы Ну то есть Так-то вот у него Сейчас допустим Есть лишний талант В фейворе Но вот этот вот Лишние пять Атаки За каждый стакан Ну Тейл Что-то решил вывести Крипов Прям перед носом Или широка Да Прям какой-то Тотальный фит И даже вот Из-под этого фита Выкрапкаться Но они это делали Неоднократно уже А Себ там фармят Нормально В общем я к тому Что они Не выжимают Максимум Ситуация То есть Они сейчас просто Как-то по странному Качаются По странному Двигаются И просто Идет один Большой тотальный фит Ну есть куда добавить Представляешь Что будет Когда они еще Учтут эти ошибки Да Вот есть На самом деле Надежда Вот на Себа Который Все это время Ну Посмотрит на свою команду Она занимается Секой фигней Но он хотя бы Снес вышку И у него Очень хороший старт Прям супер Осталось только Чтобы его команда Не фидела И тогда Все будет окей Он как нынче Заряжает Плюс моралькой Говорит Все будет хорошо Мы разорвем У меня уже почти Владмерс Сейчас все будет Владмерс готов Здорово Тем временем Дум Выходит Весел Пока что урна Копит заряды Нашли Дума Ну он быстрый Его не так просто Будет взять Хотя вот МК тут Интересными вещами Занимается Как бы его не подрубили Ага Были близки Очень хорошо играет МК Все заскаутил Правда прыгнул не туда Но Забирает баунти руну Пошла ульта от Себа Себа говорит Гоу-гоу-гоу Вперед Будет ли ульта По кому По макаке По макаке ульта Но макаку просто отхиливают Врывается урса Сюда же Урс пытается забрать МК Бэтрайдер вообще ничего не может сделать Как и Бистмастер Бистмастера забирают МК забирают Бэтрайдер погиб Остается Джеракс Он уходит с ТП Ну и Анагаре теперь У нас будет все в порядке Ребята Ща Пофармлю Спасибо за спейс Спасибо за спейс Бэтрайдер Стилер Они на такой стадии игры Чуть ли не сильнее чем герои Их вот эти дополнительные нюки Там клэпнул Закинул Хадукен И уже Тот же МК И тролль без жизни Тролль нападает на Флая Неудачно Балуется 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 Да А вообще ничего Ты посмотри на какую бычара То есть он сфармит Тут можно спокойно сделать ТП на святыню Прийти и убить его Но он продолжает фармить И Лешрак делает то же самое Он находит Оракла Оракла потихонечку выжигает Оракла вешает на себя ультимейт Отходит под святыню А Сумайл вообще пофиг Он спокойно сбегает на святыню Потом сразу же отскопает Ну такая обоюдно наглая игра Но у Джи пока больше надавали Дум Дум здесь Бэтрайдер Топсон сваливает Пытается Лешрак Лешрак пытался дать стан Но он пока разворачивался Под одним стаком напалма Бэтрайдер уже улетел Вот этот стак напалма Он конечно не так сильно замедляет Скорость передвижения Но скорость разворота Замедляет очень сильно Во все времена Причем так было И раньше еще жестче замедлял Поэтому проще было убить героя в лицо Зачастую Успеть попытаться Чем пытаться развернуться и убежать Ну тем не менее Вот эта наглая игра у Джи Привела их к тому Что они отстают 2000 Но это не так много Для счета 13-4 Я сегодня смотрел игру Empire Secret Там вообще Empire По-моему ввели один фраг Но при этом проигрывали 19 тысяч Так что Для счета 13-4 Все очень хорошо Тролль выходит в БМ Ну он будет хомячить Вместе с Найксом Найкс там в планах Мидас Да Минус уже есть Серый 11 Тролля Боевчик Пусть отрабатывает Сеп Смака Сеп пошел отрабатывать Да Сеп выщет Слепит Лешрака Тут варты Очень-очень-очень Тяжело напасть Лешрак играет Аккуратно Да Там еще и Курьер Беспалево летит Но Сеп обойдет Сеп Сеп опытный Да Сеп опытный Но он опять на варте Нет Все Он начинает фармить Тем временем сверху у нас Сверху находится Топсон Ну Топсону не впервые играть в такую игру Он любит посидеть на деревьях Посмотреть Интересно что за таланты возьмет Я ставлю на то что он возьмет Обзор и урон с Триденсом Урон, обзор и дальность Вот так вот Урон с Праймал Спринга Обзор на Триденс Короче Максимально такой Спейсящая макака Да Мне кажется Один наикс здесь Один наикс создает проблему И тролль его может просто не убить А там еще Тум и Шрак И на его месте было бы круто Одеваться в хоро И побольше фармить Все Топсона здесь пришли С лайфстилером он чувствовал себя неплохо Но вот против троих Не потянул Хотя в этот раз За Топсона удалось Забрать вышку Я бы сказал Что Тир 2 На Топсона В такой ситуации это не так плохо Потому что Тир 2 вышка Но это И по золоту много И в принципе много Много дает Тем более что тролль опять же фармит Продолжает Зачищает вражеский лес Это был чистый спейс И сейчас Можно отконтролить баунти руны Находят кабанов Будет ли атака на Бейна Да пошла атака на Бейна Отталкивают Бейна Бейн пытается дать брейнсап Дает брейнсап в кабана Бейн живет Пак перетягивается Есть ультимейт Ультимейт на двоих И тут приходит тролль Нет не приходит Тролль играет аккуратно У него есть демонедж Бейн все еще живой Накачивают Очень больно Лешаку Но Лешак жив Он отхиливается от Бирифайн флеймс Ана вгрызается в пака Схватили бестмастера Нужно освободить бестмастера Ана Подходит Бестмастер Получает Хадукин Погибает Вязкая драка Но в ней ЕГМ Все сильнее становится Поднимают юл тролля Тролль получает стан Тролль получает дум Тролль получает фолс промис И пытается убежать Но как же много урона Залетает Вообще Оракл может попробовать Отхилить Нет Нет Слишком много урона Крит Мегги килл И вместо того Чтобы забрать Спокойно баунти руны Сейчас УДЖИ сделали Вот такой вот Мув Но Но Тейл Кажется Все-таки заберет Эти баунти руны Во всяком случае Одну Не получается УДЖИ Не получается Не хватает Капелюшечки Какой-то Не знаешь Знаешь Вот когда Пробуешь Суп И он Вроде бы Вкусный Но Чего-то Не хватает Вот так же Игра у ДЖИ Чего-то Не хватает Травки Какой-то Там Приправы Чего-то Не хватает Ну Как по мне Надо просто Фармить Хотя бы Вынести Один слот На Бэтрайдере То есть У нас была игра Где он Тейл Бегал И ловил Людей Но вот Сейчас Смышишь На этого Бэтрайдера На пятерку И понимаешь Что против Сильной команды Просто Вот так Вот залететь Там Мимо Пака Какого-то Наикса Почти нереально Пак просто До Салинс Наикса Нашбет на речь И Пора Бунтейл Успокоиться И где-то Хотя бы Уровень Набрать Бедный Нищий Ее надо Четыре Лассо Никак не дать Без Блинкдагера Если ты Пятый Ну да То есть 16 минут У Бэтрайдера Нет лассо И как-то Пока От него Пользы маловато Лишка Мало Ну еще пару таких драк И у ЕГЭ Будет подавляющее преимущество Причем Они только качаются То есть Вот как бы У Наикса Появится Радионс Он уже будет бойцом А вот тролль У которого Уже скоро Появится БФ Он сразу Бойцом не станет Да Им после БФ Он нужен еще Один слот И при этом Наикса Он Сморится круче Из-за того Что у него Рэйдж То есть Он при этом Уже Имеет Встроенное БКБ Тролля Подцепили И сейчас убьют Потому что А Или нет Тем временем Пошла ультарна Дума Тролль Но погибнет Погибнет Тем не менее Он смог забрать Лишака Сбил с него Гигантский стрик Выиграл 500 монет Здесь же оказывается Топсон Ну что Подвезли Каких-то приправ Судя по всему Команде ОДЖи Которых им не хватало И вот Пожалуйста Размен тролля Вы посмотрите Они забрали Дума Со стриком 488 Лишака Забрали со стриком 842 Да что я Fight Recap Они выиграли Полторашку То есть фактически Они набивали стрики Получается За все предыдущие Замесы За всю боль Да А МК делает Рейденс Я еще не видел МК с Рейденсом Ни разу Это вообще Новая мета Я просто Как бы Всякое встречал Но МК с Радиком Ну это Дебаф на противника Чисто по найксу Ну такое Такое Женя Не скалируется С Его отхилом Прохладный билд Но с другой стороны Если он будет Мне кажется Топсон Мастер Прохладных билдов Потому что Как-то я в твиттере Джендоте Я помню У них есть рубрика Угадай героя По сборке И вот там Типа сборка Пятый догон Этериал Блинк Снайпер Топсон Да Снайпер Топсон Собственно говоря Здесь Почему бы нет Это такой билд Знаешь Чтобы он Куфил Рейденс Прыгнул в толпу И начал сжечь Ну да Я жгу Пацаны я жгу Я жгу Пацаны я жгу Ну я пошел Так Так Кстати Талант взял На Обзор Все верно С поясуха пошла Максимальная Я еще буду делать Он будет сидеть На дереве И сжечь Да Да Прямо сжигать С дерева Так словом На Инте Мы с Ярославом Энессом Кузнецовым Начали подозревать Что Ужи не так просты Когда Против их МК Расскажу позже Тут нападение На Пака И Пака забирают Отличная игра От Топсона И Себа Да Хорошо Тем временем Сверху у нас Встреча Анны Сартизи Ну как бы Никто не хочет Ну ладно Анна прогнал Битва не состоялась Вроде бы Прогнали Короче Мы начали подозревать Что это неладное Когда против МК Пикнули Тимбера И вроде как Там Тимбер Резал елки Но Они к МК Добрали Трента Для того Чтобы взять талант Чтобы деревья Вырастали через 2 секунды Это талант Вообще Абсолютно Юзлисный Из-за которого Соперник не мог Срубить Ни одну елку Чтобы она тут же не появилась И МК Продолжал прыгать Это На мой взгляд Это была легендарная игра Она как-то осталась без внимания Она где-то там На групповой стадии Прошла Но это просто жесть Я никогда не видел Чтобы этот талант Хоть раз еще Кто-то использовал И вообще вкачивал Смоук на Варде Классический Бестмастер вообще В него не попал Но тем не менее Идут в атаку Под баунти руны Хороший Дримкуэл Бэтрайдер уходит Тролль попадает под рассказ Тролля спасают Но он под Сайленсом Хотя он может выжить Он может выжить Очень хороший захилл идет Гонится за ним дальше Нет Слишком много магического урона Крит оформляет даблкил Правда Топсон отрабатывает снизу Вот OG они хитрые Они не ставят все на карту Они нападают Но нападают вчетвером Чтобы второй Чтобы пятый герой В этот момент Забрал Второй спот баунти рун И еще пофармил Вова Сейчас какой-то термин Прикольный ты сказал А Они набивают стрики Набивают стрики Да-да-да Все верно Ну а фактически А какой выигрыш Во фрагах Если ты Не ведешь по золоту многого 19-8 Но 3000 преимущества И по вышкам Я бы не сказал Что это подавляющее преимущество У ЕГЭ Пошел Стан от Самаила В МК МК кстати с Рейденсом Уже раскастовывается Нужна помощь Нет МК сгорает Его Но Тейл МК МК живет Но последние две тычки От Лайфстилера И МК 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 Замедляют Лайфстилера Что происходит Спирит Весел Успели повесить Но МК не дожжет Оракл должен спасать Спаси Оракл Да, Оракл спасает В этот момент Забрали уже Бестмастера Тролль нажимает ультимейт Пошел Дримкоил от Пака Кривоват Дримкоил Только на одного Оракла И Пак Пак может за это поплатиться Да, Пак погибает Манки Кинг Остается сидеть на дереве А она Продолжает Набить эстриков Сумаила можно попробовать забрать Да, Сумаил забирает Топсон Как же он играет На какого-то Тончайшего просто Но так и не играют На мейджорах Это какой-то Пап начинается И размен всего В минус 500 золота Хотя казалось бы Супер провал Успевает уйти на дерево Ай-яй-яй Выживет Вообще должен Да, должен Просто жесть И скажите теперь Что у Топсона Плохой МК Да он сейчас Сделал практически нереально В этой драке Он добил двух героев Еще каким-то образом Развел там На всякие весели Че-то попрыгал Побегал и убежал Так, Бэтрайдер А почему Бэтрайдер Носит с собой книгу? У него же нет таланта На Икспу Тут много вопросов То есть на самом деле Он Ораку отдал Красава Ты знаешь Вот я только в пабе Видел, когда Там много смешных ситуаций Ты же знаешь Что в паблике Наверное все борются За криги В том числе И Мидеры И Опленеры И Коры И вот На моей памяти Так книжки Укупал Какой-то Не знаю Какой-то Кор Вот тот дал у него Ультимейт Ну, кстати Все равно странно Потому что Оракул был почти 10 Он мог взять 10 И взять талант На Икспе Гейн И прочитать книгу А теперь он не думает Теперь он просто Вкачал 10 скиллпоинтов Теперь он думает Стоит ли вообще Наверное Возь этот талант Потому что Обычно его Ну, лучше всего Рашить Первый талант Да стоит, конечно Нет, это очень жесткие Таланты на суппортах Ты там выигрываешь Пару драк И он окупается Вот он не взял Он верит в свои Ну, он пока Скиллпоинт взял Да, там продолжается Спейсуха Почти забрали Сумаила Но не забрали МК продолжает Прыгать Он взял себе Талант на обзор Чтоб далеко видеть Теперь талант На дальность прыжка Осталось взять на урон Тем временем Бэйн цепляет Неважно уже Кого цеплял Бэйн Потому что Зацепили Бэйна Бэйна стирают Ставится Защитная такая вот Поляна И МК Нет, ну конечно Радиус у него бешеный Я согласен Выглядит забавно Прыгун О Лишак такой смотрит МК пролетел Раз Полетел обратно И вот куда он полетел На какую елку Ты видишь, он жгет их Да Он выжигает Радиком Сидя на дереве Ослепляет Как там Описание Рэддинса Меч, который Сияет так ярко Что ослепляет Он же миссы Сначала давал Потом это убрали А сейчас опять дает Сумайл ждет Да, Сумайл А, ну хочет подцепить Джеракс рядом Нужно дать дум Нужно дать дум Для этого нужно Троллю спуститься вниз Так Успеть Успеть Красавчик Я думаю Он так бы погиб Погиб Но в любом случае Молодец И еще и орак подобрали Да И вот у Джи Вот когда они сегодня Атаковали весь день Они снимались классно Сейчас как-то мы видим Вот они Что-то напикали Тут героев Ты хотел оборонительную Доту Вязкую от этого Живота Пожалуйста Да Но что-то они ни разу Не вязкая ЕГ просто бегают И формят их На стопе Вот Рошана забирают Все довольно-таки хорошо Баунти ровно Три за ЕГ Только одну забирает сэп Бесмастер был бы рад Ворваться Но у него не кран На кд Троль появится И опять же Некрономика на кд Но ребята решили Что дэмэджи мало И просто убежали с Рошана Все будут ждать Неужели когда появится Хотя бы один артефакт На урон в сингл таргет Пока Ну и среди нас Да Он жгет всех вокруг Но вот Порошан Урон дает маловато Арксмог Первый Вот Но ты А от Джерекса Чтобы поставить партл Не порел бы Тут какой-то странный Он как бы Вроде попали все изначально А потом все вышли МК уже пингует вниз Говорит ребята Там Я туда Я пошел Он кстати за три прыжка Внизу окажется Ну ладно Может быть чуть побольше Раз Нет он не пошел Он ломает вышку Тир один Причем очень нагло А не потому что всех видят Да и Бэтрайдер еще Очень неплохо зонит Масло О Он опять Он опять Ты видел что он делает Он опять занимается Грязными вещами Они цепляют Лешака Моментально его вырубают Ставится шикарная поляна От Манки Кинга Драться в ней нельзя Тролль нажимает ультимейт Уже Уничтожили Бэтрайдера Выкупился Лешак Возвращается обратно Ну тролль Под ультом убежал В один конец Лешак заходит В ультимейт МК Ультимейт уже закончился Забираю Торакла Размен 3 в 2 пока что Хотя там очень битый Лайфстиллер 4 в 2 размен Бестмастер тоже не смог уйти Остался только Манки Кинг Но Тейл конечно Круто сыграл Он молодец И кудесник вообще большой Он опять подкрался Без блинкдагера Откуда-то из-за куста Кинул Наглого Лешаку Лассо Плюс 200 золота За счет этого Размена для ЕГЭ Но самое важное Рошан Чтобы Трайдер полетит Мешать Да он полетит мешать Так 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 Просто тянуть время Все думаю Воспалил Бэйн тоже Пытаются поймать Но Тейлу Но он неуловим Он выиграл Очень много времени Теперь МК Теперь его очередь Он вызывает иллюзии Смешно было бы Если бы он иллюзиями добил Как-то там Рейденсом Или например Дал Бандла Страйк Добил Рошана Но в итоге не получилось Но Тейл Видит Сумаила У Сумаила есть Аегис Ты чувствуешь Что OG Вот несмотря на то Что они проигрывают Все больше Но они прям Подбирают под себя Вот какой-то Мап контроль Такую вязкую доту Навязывают Свою любимую Мне кажется Они могут выиграть Эту игру Могут Могут Безусловно Пока эта игра Больше похожа на то Что OG Формят всю карту И спасают то Что вот ЕГЭ Допустим Мегут пятером За одним героем А вот Могут второй Формит Ну да Вообще ЕГЭ уже можно Задуматься о том Чтобы разделиться Это раз Потому что Для убийства героев Например Хватает камбы Лишь так Плюс дума На другой Части карты Пак плюс найкс Тогда они будут Одновременно Оказывать ЕГЭ Пусточку Они пока Ничего подобного Не делают Они просто Выехали за вышкой Снизу Там уже Тер-3 Тем временем Пушится Потому что Нижнюю линию Пропушили МК уже идет Туда У него Манта Собственно говоря Для того Чтобы Толкать линии Дальше Да Интересная Дота От OG Они все-таки Пытаются Они пытаются Вернуть Ну На самом деле Если Круто Исполнять То Такое Может Сработать Причем Опять же Против Любой Команды Потому что Кажется Что все Очень Хлипко OG И возможно Оно Так и Есть Но Буквально Вот Одна Какая-то Ошибка Ты Забываешь Сделать Телепорт Тебе Сносит Линию У тебя Начинает пушиться Лейн И Все Прекрасно Помнят Чем Это Закончилось Но Пока что Нападение На тролля Бэтрайдер Цепляет Лайфстилера Тролля Надо Спасать Нет Троллю Прям Совсем Плохо Тролля Вообще Никак Не выпустят Лишак Врывается Правда Манки Кинг Сидит В поляне Очень хорошо Зонит Своих Оппонентов Сумаил Может Потерять Аегис Нет Сумаил Живет Заслипали Тем временем Манки Кинга Но Радиенс Работает Манки Кинг Очень неплохо Нараздавал Здесь урона Тролль Ультует Вгрызается Забирает Лишака После байбека Забирают Дума Следующий Флай Флай Заслипал Тролля Но не Заслипал МК Забирают МК Забирают Бэйну И вот так Вот на одном Байбеке Нет На двух Байбеках Оракла и Тролля Они Забирают Трех героев Выигрывают Плюс 500 Золота Более того У Лишака Нет байбека Они об этом знают Они сейчас Просто Идут И ломают Все что угодно Забирают Баунти руны По хорошему В количестве Трех штук Да Что скажете Дмитрий По поводу Этой драки Сечально Я вот смотрел Думаю Важали Наикс Не пробьет У Наикса Как бы Есть магический урон Но Все равно Ресурсов Маловато Лишак Его тоже Особо Не пробивает И получается Что тролль Почти Неуязвимый Это опасно Потому что Ну бывает Такое Что Герой нажал На БКБ От него Можно убежать Но черт возьми Тут Они просто Ламываются На вышку И убивают Вышку Вот сейчас Кто-то разгонится Спадает Глиф Там Инфибол Вообще Не работает На этого тролля Да Смотри Что происходит С вышкой Пошел Плюс БКБ Летит Ой-ой-ой Врывается В линкен сферу Дает лассо Пак Извиняюсь Бэтрайдер В линкен сферу Пака Но тем не менее Зонящая Вуконгс команд А вот Рор уже не в линкен сферу Но Пак все равно жив Манкикинг также выживает ТОГ просто перегруппироваются И спокойно Отступают до выхода Лешрака Кстати Минус мид Получился Вот так вот Сколько они забрали Вышку Две И Бараки Да Оставили голые шрайны В следующий раз Вернуться за ними Ну Слушай Действительно Тролля Очень тяжело Останавливать Когда Он занял Позицию Вот такую Комфортную Сейчас еще Сделает сатаник На него все дизейблы Будут работать плохо Отхиливаться он будет круто В БКБ Это будет Прям вот здесь В этой игре Совсем жестко Хотя не факт Даже что тролл его сделает Ну Тролля торопиться Некуда Летгейм Потенциала Хоть и отбавляй Даже несмотря на то Что выигрывает драки Они видимо чувствуют Что все равно Перефарм за ЕГЭ И можно просто Дальше фармить То есть Тролль В шести слотах Это монстр Тролль с сатаником Это тоже на самом деле Воин еще тот И ему Вот здесь вот Заказ найти Он все равно Найк с 1x1 победит Рано или поздно Ну да Тем более Есть еще и МК Который также Даже с таким Айтембилдом Ну учитывая Что у Лайфстилера Тоже айтембилд Такой как бы Через Радианс МК В миле На миле Посильнее Мне вот Мне больше всего Интересно В этих играх Как у Нутейла Раз за разом Получается Залетать в эти драки Против Дума Пака с Дримкоилом Бэйна Лишрака с Юлом И давать Своё лассо И он даже Не собирается Покупать блинг Такое ощущение Против них Нужен какой-то Не знаю Найт Сталкер Что-то что давало бы Вижен Хороший Хотя Пытались фнатики Через Сталкера играть Не вышло Но здесь просто Тотальный перевес По Вижену Бэтрайдер летит Над деревьями Над деревьями Также летит И очень хорошо Видит МК 4-5 У героя Который на мой взгляд Сделал больше всего Импакта в этой игре Ну вот Пожалуйста Счёт Кда Вообще счёт 33 на 16 Практически Да не практически А больше чем В два раза ЕГЭ наубивали Героев ОГ И при этом Они ведут всего 3000 А центральной линии У них нет Ну вот Если меня спросят Что такое ОГ Дота Я приведу Вот эту вот ситуацию Буду всегда её Приводить теперь В пример Когда вроде бы Двукратное преимущество По фрагам На 33-й Минуте Причём это там Не 10 на 20 А 30 на 15 Такой Очень увесистый Но это очень много Ну вообще да Казалось бы Забрать Бэйна Где-то пока Где-то на миде Пока гонялись За троллем Это ещё не всё Здесь Бэтрайдер Контролирует ситуацию Бестмастер Забирает баунти Руну Бэтрайдер ещё и Цепляет лайфстилера Куда-то его везёт Зачем-то Непонятно зачем Летит над клифом И лайфстилер Не может Бэтрайдера догнать Слетает вниз Наверх залететь Не получается Потому что Файерфлай кончается Слишком много героев Пока гонялись За этим бэтрайдером ММК уже оказался Снизу И сейчас будет Отпушивать Какая жесть Пошёл спидпуш Работаем Работаем Всё ММК стал мужчиной Скади Скади Рейдинс 2800 хп Но он всё равно Не собирается Зачем драться Когда можно продолжать Заниматься Вот этими вещами Минус курьер Тем временем Так Баунти Руны Ещё Две Забирается Тотальный Контроль Карты ЕГ Казалось бы Два Героя В таверне Но всё равно Баунти Руны Три штуки Забирают Олджи Да Ну ЕГ Нужно Знаешь По-моему Что-то Из серии Вот Того Что делали Олджи На первой Карте Просто Ломануться И попробовать Снести Просто я не Представляю Как они будут Выбираться Из-под этого Какого-то Пассивно Агрессивного Давления Олджи При том Что я уверен Что если ЕГ Пойдут В пятером В атаку Там уже Есть какой-то Свой план Ноутейл Шикарной Позиции Всё спалил Всё видит Накидывает На Бэтрайдера Но Но Оракула Успевают Сгрызть Поляна Манки Кинга Размен На Бэйна Бестмастер Успевает Ультануть И Дримкоил Уже потрачен Пак Пак Уходит на арбе Остаётся Лайфстилер Он Он опять На горе Что он Его опять Закинуло На гору Артизия Да Его закинуло На гору Но Нечем сбить Было бы Забавно Если бы Сейчас ему Сбили ДП Он там Остался В деревьях В этих Тусоваться И по-моему На этой горе Он ещё не был Там топорик Потому что топорик Деревья Сесть Так что Не считается Так у него нет Знаешь Если Для него да Для него это как гора Там Бестмастер Может топоры Кинуть На леса Соргать Трактор Плетает Ёлочку Сожжёт Просто знаешь У Артура Как правило Там Вроде как бы Можно срубить Но Он стоит И смотрит На эту Ёлку Ну нет В этот раз Его быстро Отпустили Он сделал ДП Ситуация Могла Повториться Мы просто Ждём Мы же Любим Подобные Ситуации 8000 Перефарма У Эвил Джиньосос OG Выходят В очередную Какую-то Вылазку Им постоянно Приходится Выбираться Со своей Половины Карты Очень Тяжело Из-под Прессинга Кстати Лайфстилер Нашли Кстати Это Лассо И Рор Тоже Имеется Да И тролль Уже Здесь Стан От Лешрака Но Тут же Фоллс Промис Лайфстилер Очень прочный Лешрака Цепляют Пошёл Дум Грейженая Вуконгс Команд Манки Кинга Из которого Очень тяжело Убежать Думу В итоге Убежать Удаётся Он практически Мёртв Залетает Пак Шикарный Врыв От Лешрака Удаётся Забрать Бэтрайдера Размен Один в один Но у них Есть Байбэк Шикарная Игра На развороте От Evil Geniuses И возможно Они выиграют Важнейшую Драку В этой Игре Ультракил От Артизи Даже Несмотря на то Что Барака Нет Ребята Продолжают Нарашивать Преимущество Мы видим То что Пак У нас Вместо Того Чтобы быть Каким-то Супер Дизейблером Через Аганим Решил Сделать Из себя Дамагера В принципе Учитывая Что у противника Вот такие Точечные сплы Которые Он отконтрил Лимкой У Трайдера У Ульбисмастера Он может стать Неплохим Ассайсином Бегая за уроки Морфла Все не так круто Вообще Интересные вещи Кстати Фармит уроку Shadow Blade Ну Тотальная Партизанская война У Джи могут Потерять сейчас Сторону Потому что С4 остался И ломает Здесь Ему никто Не может помешать Более того Все сплиткушеры В таверне Вот это ключевой момент Потому что У Джи вместо того Чтобы байбэкнуться И пойти сплитить дальше Они сейчас Не байбэкаются И Самый Самый плохой вариант Если они сейчас Байбэкнутся Ну вот сейчас Потому что Они уже не отдэфят Свою базу Если уж они Сохраняют байбэком Нужно сохранять Его до конца Там плохой вариант Что вот короче Не знаю Вот МК мог Телдум Зачем МК мантов Линию что-то Отпушивать Да Там блюшрак Типа линия Самый шаг Просто забегает Замеси Нажимает на шиву Пульс снова Там еще легкая АОЕ И вот Все это погибает А вот с блокинг баром Он был бы очень крут И у него реально Есть шанс На хороший замес Шб на оракле Тир 2 в миде Пало 21 тысяча Перефарма И вот теперь игра Становится гораздо Интереснее для ЕГЭ Потому что Ситуацию по сторонам Они выровняли Одна на одну Более того У них Огромное преимущество Еще Аегис Да И они убили Сторону сверху Ее очень Неудобно Отпушивать Найси Да При этом еще стоят Высточки Которые ЕГЭ Не забрали И сейчас ЕГЭ Уют еще больше Артизи Уже пошел Наглый Так Ну тут Подцепили Господина Дума Думу очень быстро Забирают Тут же нажимают Смоук Хоть все в откате Но все равно Хотят пойти дальше Куда они идут Шрайн забрать Или может быть Кого-то подцепить Видеть Артизи Но Артизи не пробить Это было очевидно А Они хотят Пака взять МК-то А это не Пак Это Лешак Ой-ой-ой Ого Ага Увидели Увидели Лешака И Теперь только дело техники Осталось Его законтролить Он не должен уходить Отсюда Никак вообще Сыр Хоть там 10 сыров У него Сыр съедает Зря съедает сыр Потому что Это не поможет Да Забирают его Слушай Как-то Команды поменялись Почему-то ролями И внезапно Поведя В 20 тысяч ЕГЭ решили начать Играть в кошки-мышки За мышек Находят Находят тролля Тролль не успевает Ничего включить Но почему-то Нападения на него нет Возможно Потому что сзади Вся команда Кстати Это верное решение Билет в один конец И БКБ Готово Я вообще не понимаю Вот такие игры Понять что происходит Куда вообще Двинется эта игра Совершенно нереально Я вот смотрю на Найкса И чувствую Что он мечтает Вылезти из пака Потому что У меня уже такая ситуация Что пак просто бегает Там где-то подфармливает А Найкс все сидит И ждет Чего он ждет Хорошо просто Потому что 50 секунд Очевидно что драки Сейчас устраивать Нет смысла Можно просто выйти И пофармить 50 секунд Пока лишрака нет Потом смотрят На Дума Который Крипчиков Скушал На пака И просто у него там Слезы наворачиваются Да ладно У него типа 5 слотов Смоук разбили Без лишрака Но там МК В миде был Его сканируют Конечно Но вот битрайдер есть Тролль Нашли БКБ не успел нажать Оракл Оракл Далеко Слушай Как все просто Ты разбиваешь смок И находишь тролля Вражеского кэри Ты находишь Прямо здесь Сразу Это какая-то Я не знаю Это какая-то удача Профессионализм Профессионализм Да Вот почему-то У меня в пабе Когда я иду Гангать вражеского кэри Мне приходится Лезть под Тир 4 Не Ну У OG конечно Уникальная команда Как они умудряются Вот так вот играть Это Совсем непонятно Они видимо Совсем не ожидали Что соперник пойдет В атаку Ну и теперь у тролля нет байбека Об этом прекрасно знают Бэйн подцепил еще Кого? Бестмастера У него тоже нет байбека Нет У него байбек есть Но параллельно с этим Выход На МК Выход на МК МК Дает раскладушку Дум Бегает прямо По всему ультимейту Ну кстати говоря С Кримсоном Урона не так много МК вынужден отступить У Артизи все еще Имеется Аегис Нет Лассо Нет поляны Манки Кинга Можно спокойно ломать Так АМК пошел Там свои иллюзии Уже направил А нажал БКБ И полетел Какой интересный Время еще много На Экс можно долго стоять Получать урон Потом аккуратненько Отхиливаться через Крип Смотри все Крипскип От иллюзии Манки Кинга В итоге Крипы не доходят До хайграунда Ренджовый Ренджовый Брат Живи Толкуй Впитывай Все Бестмастер Бежим Его нужно сейвить Вот этого ренджового крипа Его нужно сейвить Как зеницов Все все Они уже ушли После байбека Бестмастера И теперь Бэтрайдер Пытается в очередной раз Залететь Залетает на Бэйна Бэйн хочет его подцепить Есть талант На дальность способности Нет линзы И уходит отсюда Тем временем МК МК видят Нашли Нашли Манки Кинга Руби дерево Успел слезть Успел слезть Но кажется это не поможет Или поможет Подождите-ка Нет Нет Пак привязывает Минус МК У МК есть байбек Но 100 секунд без него Выдвинулись на Артур Артур успел уйти Из телепорта В последний момент У Джи проигрывают Все больше Но они продолжают Держаться в этой игре И Стараться контролировать карту Ну да То есть они пользуются тем Что очень трудно На Айксу Фронтлейн И В наглую подходить Бить вышку Он больше любит Сидеть в паке И Ждать когда Пак ворвется первый А вообще-то Вообще-то Никто не фронтлейнет Паку Проблематично Ворваться первым Но вот может быть Сейчас пока МК мертвый Давай-давай МК с байбеком Да, МК покупается Разворачиваемся Кина не будет Никто не хочет Разворачиваться Тролль стоит впереди Деря выходит Лотусор Беллинген Сферы Пак Тролль нажимает БКБ Психанул Ана Разводит его На БКБ МК, по-моему, должен Уже бежать вниз И начинает заниматься Своими делами Любимыми Но, собственно говоря Его не надо просить Дважды Как же быстро Он передвигается По карте Посмотрите на это Он уже внизу Все Он уже здесь Ну, поджали они их зад Лешак Лешак бежит Не успел Не успел И МК зацепили Но есть БКБ Есть БКБ Топаут Жесть Эти кошки-мышки Не кончаются А тролль тем временем Пошел И подпушил Пожали знак Да, вот такой момент Что они сейчас могут бегать Вокруг базы Наверное, еще так минут пять Минут десять В общем, долго Чтобы Рассчитывать на ошибку противника И частенько Противники ошибаются Потому что Ну, вот Идет напряжение Да, там где-то Зазевается Игрок Где-то еще И вот так вот Нападает на бейсмастера И бейсмастер Получает Метарикла Но Ну Не знаю Сейчас под фонтаном Будет отхиливаться Ему весело Повесили А, он не на фонтан полетел Ну Привет Хотя под веселом Все равно Он бы не отхилился Я по этому же 120 секунд Бейсмастер подставился Тролль В этот момент Покупает себе МКБ У него там был Кристалис Закуплен Он его Видимо Продал Но Мид уже Потерян Взбивают Линкенсферу Оракал Без ульта 15 секунд Так, а где тролль? Тролль здесь Тролль здесь Но мало контролен Лассо Бэтрайдера И Порывается Бэтрайдера Пошла драка Отличный Финсгрип Не могут спасти Манки Кинга Он после бейбека Манки Кинг погибает Бейсмастера тоже Нет Втроем остаются Анна до конца Гейминг Нажимает свой ультимейт Очень много урона От Анна И в итоге Лайфстилер Лайфстилер выживает Он садится в СХО На последний ХП Анна получает рассказ Лишах идет за ним До конца Нужно спасать Как-то нет Слишком много урона Тролль погибает Это ГГ ГГ? ГГ Гуд гейм Кошки-мышки Победа Команда Иглджинисс Да, в общем Была моя мысль Что когда вот так вот Поджимают противника И вот так вот Они бегают Под базой 5 минут 10 Там преимущество Вот это все Да, это много фактов Раскладывается Обычно потом Игроки делают Детские ошибки Как допустим Как ее сделать себе Ну под давлением Под таким Там даже Я бы сказал Это не детская ошибка А просто на фоне Вот именно того Что тебя зажали Там тяжело Слушай, ну Артизи 12-0-20 Конечно Просто царь Великолепная игра Ну ты 0-11 Но я бы На месте Вот всех команд Сейчас Все-таки Напрягся С точки зрения Того Что OG Начинают Подбираться К своей игре Они уже Показывают Какие-то Вот эти Пуши Они уже Они уже Не те Беспомощные Безобидные OG Уже видно Что они Потихонечку Начинают Играть В свою Доту И того и Глядишь Через пару Месяцев Они ее Опять найдут К энту Как раз таки Большой вероятностью Но пока Они хорошо Играют только Через атаку Вот в защите У них все Так себе Выглядело То есть Они реально Очень много Бегали и фитили Вот А вот в атаке Они сегодня Были крутые Играли как Левривиные Ну что ж У нас На этом Наша трансляция Подошла к концу На этом канале Завтра МДЛ Продолжится Продолжится Все так же В 11 Получается По Москве Стартуют игры И завтра Групповая стадия Должна будет Подойти к концу Насколько я понимаю Но это не точно Короче говоря Завтра Так же очень Насыщенный день Приходите Смотрите Более подробное Расписание В соцсетях Рухаба С вами сегодня Вторую половину дня На этом канале Досиживали Мелшторм Лайт оф Хевен Всем огромное спасибо За просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok